Значит, мы остановились. С этими вопросами все понятно? Осознанно, неосознанно, отвечаем, не отвечаем, когда отвечаем? Когда отвечаем? На что? За что? За что? За грех. Когда осознали? Нет, в принципе, всегда отвечаем. Всегда. Большое спасибо. Что-то поменялось у нас? Правила поменялись? Я думал, что в конце мы решили правила поменять. Напоминаю, вы там просили прощения недавно за то, что вы разговаривали, а оно предполагало, что вы больше этого делать не будете. Ну, это же покаяние, мы же учимся, да? Это же, оно считается, когда оно потом воплощается в действие. Это практические занятия, прикладное значение. Прикладное значение теоретического материала. Вы удивляетесь? Да, да, да. Я думаю, что больше не надо останавливаться на этом. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я всех прощаю. Я всех прощаю. Мне Бог сказал всех прощать. Я всех прощаю. Итак, оценка плохая. Мы не хотим их получать. Мы боимся по-прежнему ошибаться. Мы не хотим соглашаться с тем, что мы ошибаемся, что мы думаем неправильно. И у нас есть некий страх ошибки. У нас есть некий страх ошибки. Да, в обучении, в ученичестве, в иудаизме ошибка считается путем подъема. Ошибка – это путь, ступень к успеху. Это не нечто, чего нужно стыдиться, чего нужно избегать, сколько бы вы не избегали, все равно ошибетесь, чего нужно бояться, что нужно скрывать, с чем не нужно соглашаться. Все люди, они ошибаются. Главное, чтобы мы учились на ошибке, чтобы мы выносили урок, чтобы мы не повторяли собственных ошибок. Вот что главное. Вопрос не в ошибке. Понятно? Некоторый другой подход к ошибке, свойственный евреям. Здесь понятно? Итак, наши мудрецы говорили, над нами всеми суд в Рош-Хашана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Ибо в этот день искупят вас для очищения вашего от всех грехов перед Богом. Очиститесь вы. Понятно? Вайкра 16.30. Какая-то книга по-русски будет? Исход все-таки шмот. Нет, это не левит. Второзаконие 16.30. Нет, это не второзаконие. Проверяем числа. Ладно, потом я посмотрю. У кого-то есть Тора? Ну, открой, пожалуйста, Вайкра. Вайкра 16.30. Ибо в этот день искуплены вы будете для очищения вашего от всех грехов ваших пред Богом очиститесь вы. Левит. Да, Левит. 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 Левит 16.30. Что же я тогда не то открывал? О каком празднике идет речь? Йом Кипур. В седьмой месяц, 29 стих. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смирите души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господа, перед лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Понятно, да? В этот день искупят. Вы искупите? Вас искупят. Искупление не зависит от человека. Искупление не зависит от человека. Ни в какой мере. Это может сделать только он. Есть условия, при которых Бог искупит. Да? И если мы не соответствуем этим условиям, то Бог не искупит точно. Но даже если мы соответствуем, это все равно дело Его воли, Его решения. Две молитвы, которые мы произносим в Йом-Кипур. Прости нам грехи наши в этот день искупления. Это просьба о раскаянии, дающем прощение. Если человек не подготовил себя к этому, если человек не примирился, с кем он должен был примириться, если он не очистился на этом уровне человеческом, то бессмысленно приходить к Богу за прощением. И если у него есть непрощение по отношению к другим людям, бессмысленно приходить к Богу за прощением и искуплением своих грехов. Сотри и отведи взор свой от прегрешений и беззаконий наших. Это вторая молитва. Просьба об очищении. Прощение и очищение. Об очищении. Раскаяние, дающее очищение. И сказано ВСАИ 44.22 44.22 И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Мы искуплены и принадлежим ему. И если мы таковы, то мы не имеем права поступать не по его воле. Потому что он купил нас для себя. И Брит Хадыша говорит, что вы куплены. За вас заплачена цена. Вы не принадлежите себе. Вы являетесь его собственностью. Понятно? Вы не знаете ответ на этот вопрос? Вопрос. У кого мы искуплены Богом? Я спросил. Вы не знаете ответа? Ну, нет. Это неправда. А врать нехорошо. Купить можно у какой-то конкретной сущности, личности, скажем. Суетная жизнь как таковой, ну, с моей точки зрения, не является ни сущностью, ни личностью. Ну, есть место Писания, в котором говорится, что мы искуплены от греха. Да. Грех является ли сущностью? Конечно нет. Конечно нет. Тогда зачем Богу платить цену понятию? Согласен. Скажите мне, пожалуйста, кто князь мира? Сатан. А сатан это личность? Да. Совершая грех, вы кому попадаете? В какое царство? Все, я понял. Совершая грех, в какое царство вы попадаете? В царство тьмы. Которое принадлежит конкретной личности. Вы являетесь конкретной собственностью. Конкретной личности. И есть такой христианский мыслитель, Клайв Льюис. Никто не знаком с его творчеством? Хроники Нарнии. У него есть такое произведение, называется «Письма Баламута». Да. И там передается разговор двух бесов. И один другому говорит, странные существа люди. Они думают, что они свободны. Они думают, что они принадлежат сами себе. Но в один день каждый человек, каждый, без исключения, услышит одну и ту же фразу. Ты мой. Ты принадлежишь мне. Я предъявляю на тебя свои права. А я свободен. А я не согласен. Ты являешься чьей-то собственностью. Ты являешься чьей-то собственностью. Кто-то имеет на тебя права. И этот кто-то, эта личность? Тогда вопрос другой. Сделка заключается, как правило, между, ну, в чем-то равными. Потому что иначе можно было бы просто прийти и забрать. В моем понимании сделка заключается между равными. А в моем нет. Если я выше кого-то, я могу прийти и просто забрать. Ну, хорошо. Давайте, допустим, простое предположение. Один человек, один человек продает дом. Предположим, один человек продает дом. Другой человек этот дом хочет приобретать. Они решили заключить сделку. Они решили заключить сделку. Они равны между собой? Один мультимиллионер, а другой бедный, у него хибара. Это не дом, а хибара. Они равны между собой? И тот человек, и тот человек. Ага, в этом смысле я понял. Вы имеете в виду уже здесь какие-то другие признаки равенства. Я правильно понял? Ну да. Понятно, что здесь произошла по ходу темы подмена понятий. Так вот, меня интересует, в чем подмена понятий. Еще раз. Подмена понятий в том, что вы равенство определяете другое. Тогда, я вам, поверьте, скажу, если мы свободно... Подмена понятий в чем? Всем внимательно. Скажите, пожалуйста, вы личность? Да. Бог личность? Да. Значит, вы равны? Подобны. Не, еще раз. Вы равны? Вы определили произвольно равенство. Вы же произвольно определили равенство? Почему подобны? Если личность, и личность, значит, что? Хорошо. Если Богу принадлежит все... Не проходит по конкурсу. Такое общение не проходит по конкурсу. Невозможно, не дав ответ, пропустив аргументы, как ни в чем не бывало продолжить общение. Так не получается. Я же принял ваш аргумент. Мы с Богом не равны, потому что... Я принял ваш аргумент. Человек и человек равны? Да. Вы пришли к таким равенствам. Я спрашиваю, вы равны с Богом? Нет. Значит, человек и человек тоже не равны? Значит, вы же отмели мой аргумент на основании сделанного вами произвольного допущения. Человек и человек равны, все, не считается. Мой пример не считается. Вы же так сделали. У меня масса времени. Не, ну я понял. Критерий... Как бы у меня вот неясный с этим вопросом, поэтому я его задаю. Я же не задаю вот... Как бы лишь бы задать. Скажем, я слышал мнение, я не знал, что ответить на это мнение. Я могу продолжать? Конечно. Я приводил пример. С какой целью я приводил пример? С какой целью я приводил пример? Чтобы показать, что... Чтобы что-то объяснить, наверное. Отлично. Вы остановили меня в моем примере. Сказал, что пример не подходит. Произвольно заключив знаки равенства. И отметя мое представление о неравенстве. Я правильно понял? Теперь, если мы продолжаем нормальное общение, я говорю, ваше допущение было неправильным. Объясняю, почему. Вы равны Богу. Но вы и Он – это личности. Да, понятно? Да. Но кроме того, что этот человек и этот человек, у этого и другого человека существует набор еще атрибутов, которые делают их неравными. И здесь, когда мы говорим о заключении сделки, говорится о том, что заключается сделка между двумя личностями, но то, чем обладают эти две личности, не является равным. Когда вы приводили пример, вы говорили о равенстве, подразумевая, что это должны быть две биологически одинаковых формы? Не обязательно. Не обязательно. Значит, мы рассматривали не это равенство? Нет. Значит, мой пример был правомочен? Да. Теперь, понятно, почему я сказал, что вы использовали по ходу дела подмену понятия? Отлично. С этим мы разобрались. Теперь, следующий момент. Откуда тогда взялся постулат, что сделка совершается только с двумя равными? Это просто как предположение. Это просто произвольное предположение. Извините. Это не так. Это неправильное предположение. Сделки заключаются и с неравными. Это понятно? Да. Это очевидно. Мы видим партнерские взаимоотношения. Есть старший партнер и есть младший партнер. Они равны? Нет. Сделку заключают? Да. Понятно. Не обязательный знак равенства. Значит, изначально в вашем предположении была неправильная посылка. Если изначально в предположении была неправильная посылка, вся дальнейшая цепочка будет правильной? Нет. Нужно ее разбирать. Да. Нет. Ответ в конце будет все равно отрицательный. Поэтому на будущее огромная человеческая просьба. Когда вы слышите подобные предположения, увидьте, пожалуйста, в них изначально конфликт. Изначально оно неправильное. Если оно изначально неправильное, вся дальнейшая логика построения, оно будет неправильным. Почему? Если в основании ошибка, вывод не может быть правильным. Если в основании ошибка, вывод не может быть правильным. Когда вы слышите подобное предположение, уже изначально можно говорить, выводы меня не интересуют. Понятно почему? В основании была ошибка. Итак, он искупил. Была совершена сделка. Сделка с неравным. Никогда они не были равны. И никогда они не будут равны. Потому что сатан – это тварное существо. Он сотворен. А Всевышний – он творец. Они не могут быть по определению равными. Они по определению не могут быть равными. Но послушайте, если президент страны захотел купить, купить или иметь дом, а дом может принадлежать равному ему. Двух президентов не бывает, вот только они. Значит, заведомо он совершает сделку с неравным. Может ли он забрать? Может. Но тогда он нарушит закон. Мог ли Всевышний забрать? Мог. Но тогда бы он нарушил закон, который он сам установил. Наш Бог. Понятно, да? Вчера, сегодня. Может, но не делает, слава Богу. Спасибо ему, что он не меняет правила игры по ходу игры. Мы иногда можем, он нет. Итак, давайте будем спешить. Мы отвлеклись. Хорошо, будем спешить. Итак, искупление – это всецело воля того, кто решил искупить. Того, кто решил купить. И Клайв Льюис говорил справедливо, что каждый человек в день смерти услышит одно и то же. Ты мой. Ты принадлежишь мне. Кто-то предъявит права. Человек не свободен. Он является чьей-то собственностью. Мы свободны в своем выборе выбрать себе господина. В этом выборе мы абсолютно свободны. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, рабами чьими? Значит, было определенное рабство. Куда мы попали? Не по своей воле, но был тот, кто нас поработил. Личность стоит за этим всем. Личность. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Стали послушны. Послушание это добровольная часть. Это послание к римлянам. Шестая глава. Семнадцатого стиха. Вы от сердца, от своего сердца стали послушны и предали себя, предали сами, предали себя, этому учению. Или кто-то вас заставил? Сами. Но что происходит? Что происходит? Вы предали себя сами, вы от сердца стали послушны и следующий стих освободились от греха и стали кем? Рабами праведности. освободились, но стали и освободились, свобода. И то, и то свобода. И хофиш, и дрор, это свобода. он искупил нас нас и освободил нас. И мы стали свободны от греха для родные родные мои, мы не зависли в воздухе. Мы не зависли между. Он нас искупил, купил, приобрел, говорит, ну, теперь делайте, что хотите с этим делать? Идите, гуляйте, и все. Такая свобода, это беспредел. Еще раз. Свобода без обязательств, это беспредел. Добровольное рабство. В Израиле был закон о добровольном рабстве. Слухали вы такие? Раб по чему? Добровольные рабы, это были рабы какие? По желанию. По желанию. Что мотивировало их желанием? любовь. Любовь. Раб по любви. Раб по любви. Вечное рабство. Не наступало освобождение. Если приходил год шмиты, год прощения, год освобождения, но он говорил, хорошо мне в доме господина моего. он оставался рабом навсегда. Этих никогда. Этих никогда. Рабом навсегда. Такой раб доставлял славу своему господину. Такой раб доставлял славу своему господину. он имел знак на левом ухе. Он прокалывался. И это свидетельство того, что его господин был хорошим. Его господин был хорошим. Он хорошо относился. Он относился к рабу так, что тот, имея возможность выйти на свободу, говорил, остаюсь в твоем доме. Буду вечно служить тебе. Вечно служить тебе из любви. Ешуа обращаясь к своим ученикам, говорит, я больше не называю вас рабами. Прочитайте послание. Раб. И они стали рабами по любви. Итак, Всевышний искупил нас от греха, даровал свободу от, но Он ее дал для чего-то. И это важно помнить. Мы видим людей, которые были освобеждены от греха, получили свободу от греха, но не пришли к праведности, вернулись в рабство греха. Почему? Потому что они от сердца не стали послушны. Они не стали рабами по любви рабами праведности. Понятно? Два козла. Ну, знаменитая история про двух козлов. Жребий не зависел от их желания. Понятно, да? Одного козла, собственно говоря, может, это ему не нравилось. Понятно, да? А второго отпускали именно. Говорит, иди куда хочешь. Только чтобы ты не заблудился, мы тебя отведем. Ну, и отводили. Так что он тоже шел? Умирал. Ну, там есть несколько вариантов. Сбрасывали с обрыва, отводили в пустыню, но ни в одном из вариантов он, кстати, не выживал. Понятно, да? Итак, что происходило, если жертва, была принята? Что происходило, если жертва была принята? Я о козлах абсолютно верю. Ну, это была не ленточка, ниточка. Ниточка. Ниточка белела. Ниточка. Были ли условия, при которых ниточка белела или не белела? Условия побеления и прощения грехов. Отлично. А условия для прощения были? Сердце? Омойтесь и очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Это условия. Перестаньте, родные, делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенных. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Это не условие, нет? И такие, ну, если вам будет не тяжело, было бы именно неплохо. или здесь категоричное приказание господина своим рабам. Те, кто считает себя таковыми. Те, кто хочет быть таковыми. Омойтесь, очиститесь, удалите, перестаньте, научитесь, ищите, спасайте, защищайте, вступайтесь, тогда придите и рассудим. Тогда, когда вы это все сделали, придите. Если вы этого не сделали, можете не приходить. В этой же первой главе Исаии говорится, не надо, не нравится мне, когда вы приходите, если вы это все делаете. И тогда рассудим, говорит Господь, если грехи ваши, как багряные, как снег, убелю, если будут, как красные, как пурпур, как волну, убелю, если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Есть определенные условия для нашего искупления, и одно из основных условий послушания. Если мы не послушны, мы не будем искуплены. Такое маленькое слово для. Здесь все понятно? на Йом-Кипур искупались грехи неведения. И очень важно понимать, что для искупления не имело никакого значения какой-либо магический ритуал. Жертва не имела абсолютной власти, абсолютной ценности. Она не была чем-то магическим. Если бы жертва обладала абсолютной ценностью, Бог бы сказал, ну все, тут ты победил, я, собственно говоря, просто обязан принять, что же я могу сделать? Она вот такая, куда мне деваться? это не магия, это не ритуал. Бог говорит, послушайте, если вы этого не делаете, можете ничего не приносить. Если вы даже и сделаете, сделайте все правильно, ну буквочка в буквочку. Говорит, я не приму. Я не принимаю, потому что меня интересует прежде всего ваше послушание. и если нету послушания, если вы не омылись, не очистились, творите зло, презирайте сирот, вдов, пренебрегайте моими заповедями, можете ничего не принесить. Цель не будет достигнута, а жертва не будет принята. Это понятно? Он не обязан принимать наши жертвы. Он не обязан принимать наши жертвы. И вы должны помнить, что мы должны быть не только искупленными и очищенными, но мы должны хоронить ту чистоту, которую мы получили. Сохранение святости это чья ответственность? Итак, евреи имели целый блок жертв. мы сегодня смотрели так очень бегло жертву за грех и до этого мы в общем-то рассматривали принципы жертвы какой? Аллах. Теперь нас интересует послушайте вот человек прошел достаточно сложный путь да он хранил ритуальную чистоту он искупил принес жертву за свои грехи да он принес жертву за свои грехи и достиг нравственной чистоты все нормально он решил обрести благоволение принес жертву Аллах и Бог говорит послушай есть еще легкие проблемы есть еще целая группа грехов которые называются грехи неведения возможно ли покаяться за грех неведения может ли человек покаяться за грех неведения не если он не знает что он все решило это можно пить Ну как? Если узнает, будет ли это грех неведения? Знание, осознание, принятие, отвращение, решение, исполнение. У вас все это должно было быть. И есть. Может ли человек совершить шву за грех неведения? Не может. Поэтому предусматривалась отдельная жертва, которую приносил кто? Вот, правильно, первосвященник. И... Это я по поводу ваших разговоров. И эта жертва иногда принималась, а иногда жертва была общественной. И здесь огромное спасибо за ваш вопрос. Те, кто не слушал на переменке ответ. Общество состояло из кого? Из личности. Если совершил грех, общество виновно? Это общество согрешило? Он в обществе. А это общество согрешило? Это ответственность. Скажите мне, пожалуйста, я нахожусь сейчас в обществе? Да. Если я согрешил, вы все ответственны? Нет. Согласен. С какой-то стати? Понятно, да? Этим грехом все согрешают, на самом деле, все общество. Не-не-не. Не об этом. Все, без исключения, все люди согрешают грехами и неведения. Здесь все нормально. Тут исключений нет. Тут все хорошо. Мы не про это. Мы ответственность. Грех неведения. Общественный грех. Но он состоит из людей и каждого. Но нас интересует другая часть. Грех неведения иногда прощался обществу. А иногда этому же обществу при соблюдении всего, как положено, не прощался. Из-за чего? Насколько тяжелые были грехи? Неведения? Еще раз. Если общество грешило. Исайя. Только что читали. Надо еще раз прочитать. Дальше не прощался грех. Грехи неведения не прощались. Искупление не наступало. И Бог давал знамение своему народу, что он не искуплен. Меня интересует часть. Когда грех искупался? И когда он не искупался? Почему? Я понял, что происходило. И в одном, и в другом случае. Я понимаю. Нас сейчас не интересует обрядовая часть. Хороший пример был Иисуса Навина, когда они Гай брали. В принципе, грех сделал один человек. Они очень ревностно искали этот вопрос. Они раздирались перед Богом. Потому что они взяли все общество, ответственность за грех конкретного человека. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Но здесь еще один маленький момент, о котором я хочу сказать. И мы рисовали простую вещь. Один, общество? Нет. Два, не общество. Я понял, что вы стояли рядом. А вот это уже общество? И мы действительно не знаем, где наступает вот эта граница, после которой это общество все согрешило. Да? Спасибо. Справедливое замечание, как было приведено в примере. Может быть, это один человек. Как в случае с Гайем. А может быть, как-то по-другому. И поэтому в еврейской традиции говорится о личной ответственности каждого человека. Хоронить себя в чистоте и святости. Потому что мы не знаем, может быть, именно мой грех перевесит эту чашу. И все общество будет повинно. Здесь наступает моя личная ответственность за общество. Понятно, да? Ничего не поменялось. Добро пожаловать в Новый Завет. Ничего не поменялось. Не успею, ладно, не буду. Понятно, да? Итак, Всевышний дает сверхъестественное знамение для нас в случае, когда Он жертву принимает. Чтобы мы знали о том, что нам грехи и неведения прощены. Это понятно? В Новом Завете, в Ритхе Даша, есть ли у нас знамение о прощении грехов неведения? В Новом Завете, в Ритхе Даша, есть ли у нас знамение о прощении грехов неведения? Это Псалон. Покаяние? Это Тшува? Еще раз. Знамение. Я спрашиваю. Вы приводите отличные места Писания. Ура, лилуя, все отлично. Ну да, правильный ответ Иисус. Все хорошо. Я прошу вас, слушайте, ну давайте мы будем здоровыми людьми. Давайте попробуем. Это губочка. Это понятно? Скажите мне, пожалуйста, там была ниточка. Ниточка. У меня в кармане ниточка. Вот это ниточки. Беленькая. Аллилуйя. А там была ниточка красненькая. Это понятно? Красненькая ниточка. А вот красненькая ниточка, она становилась беленькой ниточкой. Это понятно? Если грехи были прощенными, грехи неведеннее, то ниточка становилась беленькой. Спасибо. Это было знамение такое. И если это знамение было, значит грехи были какими? Прощенными. Бог, значит, искупал свой народ. Ура. Аллилуйя. Знамение. Ниточка. Понятно, да? Спасибо. Места Писания надо приводить? Нет. Нет. Спасибо большое. Теперь можно мне привести знамение в Новом Завете, которое говорило бы нам, что грехи неведены, нам прощены. Знамение. Приводить. Послушайте, мои хорошие, это же вы должны знать. Все бы за исключение. Значит, всем бы за исключение, можно грешить дальше. Знамение говорило о том, что когда оно было, значит прощены. А когда знамения не было, значит были прощены? Если вы приводите пример, сейчас секундочку. Если вы приводите пример, который справедлив для всех, значит знамение в нем есть? Да, возможно? Все запечатлены здесь Духом Святым? Значит, грешите на здоровье, грехи вам прощены. Совесть очень плохое знамение. Совесть очень плохое знамение. Встречал людей, которые такое рассказывали, что им совесть говорит. Мама дорогая, говорила, моя совесть мне это легко разрешает. Не чувствую осуждения в совести своей. Знамение. Знамение. Какое-то физическое действие, пожалуйста. Ага. А когда не обличает, живет с двумя женщинами и Дух Святой его не обличает. Говорит, ничего не говорит. Ни совесть, ни Дух Святой не обличает, живет с двумя женщинами. И говорит, а у меня с Богом все нормально. Я молюсь, так переживает Дух Святой. Хорошее знамение, отлично, подходит. То есть, если не болеешь и не умираешь, знамение считается. Тут все здоровы, кстати. Значит, те, кто не здоровы, грехи, невидения, не прощены. Я правильно понял? Я как вариант. Ничего личного. Я просто рассмотрел приведенный вариант. Я же без претензий. Кто вам сказал, что вы это услышите? Вы с этим уйдете? Жертва и шоу. Отлично. Значит, для всех? Мы не будем уходить. Еще, еще, еще. Думайте. Вы слышите? Ребята, алло. Гараж. Вы верующие Нового Завета? Грешите грехами неведения? Грешим. Откуда знаете, что не прощены? Потому что написано, что все грехи прощены. Другими словами, жесть. Отсутствие знамения. То есть, вы утверждаете, что такого знамения для нас нет. Может и не быть. Если мы знаем по Писанию о том, как это работает. Как работает что? Я извиняюсь. Являлась ли ниточка знамением по Писанию? Да, конечно. Если грехи ваши как багряны, как снег. Если буквально мы начнем придираться, то мы отбросим все исторические события, которые происходили в храме. Если мы заодно забудем о том, что 40 лет до разрушения храма ниточка не меняла своего цвета ни разу, это тоже все не по Писанию? Да? Ну, это же не по Писанию. Или все-таки она не меняла? Откуда мы знаем, что жертвы больше не принимались? Откуда мы знаем, что жертвы после смерти и воскресения Иешуа больше не приняты были? Исторически знаем или по Писанию знаем? Откуда мы знаем? Исторически Иосиф Лавиев рассказывает определенные знамения, которые перестали происходить в храме. А если по Писанию мы понимаем принцип искупления, о том, что... Еще раз. Тогда это мы понимаем какой-то принцип, но понимание принципа это не знание. Еще раз. Понимание принципа это знание? Ну, отчасти. Отчасти. В общем, неизвестно от какой. Мы можем отчасти правильно понимать и правильно делать выводы, а можем отчасти делать неправильные выводы. Но когда мы знаем о том, что знамение, которое иногда было, а иногда не было, не было потом ни разу, мы можем знать или догадываться? Или понимать? Почему мы должны ожидать, что это знамение обязательно должно сопровождать Новозавельник ведущий? А вопрос, а почему оно не должно сопровождать? Ну, и так, и так может быть. Еще раз. А почему оно не должно сопровождать? Почему Бог учреждает в Синайском Завете сверхъестественное знамение для того, чтобы человек знал и вдруг решает в Брит Хадыша, да играйте, что хотите. Почему? Мы как вышли, как оторвались, теперь можем грешить и верить просто, что они нам прощены. На самом деле есть знамение по Писанию. И если у вас этого знамения в жизни нету, то могу вас расстроить. Грехи и неведения не прощены. Что жжо? Знамение. Я что-то... Мир сердца – это хорошее знамение. Прекратите шептаться. Говорение на нынешних языках. Я был лично отступником в своей жизни. Пять лет. И говорился на языках. И шо? И шо дальше? Это она. Это не я. Это она. Это мы там писали. Про ошибки. Правильно? Это не я. Это она. Плохо слышит. Ладно. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим в отме, то мы лжем и не поступаем по истине. Очень интересное местописание. Если мы говорим, первое послание Иоанна, первая глава, шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме. Скажите мне, пожалуйста, что такое ходить во тьме? Грешить? Обязательно ли грешить? Может ли человек ходить во тьме и не грешить? Тьма – это неведение. Согласен. Так что такое ходить во тьме? Ходить в неведении. В неведении чего? Что и грешишь. Ладно, хорошо. Откуда вы знаете, что вы не ходите во тьме? По запаху. По запаху? По запаху тоже. Я понял. Был такой период в жизни Израиля, который назван период сокрытия лица. Если Бог скрывает свое лицо, где находится его народ? Так, в неведении или во тьме? Во тьме. Спасибо большое. Потому что если он презрил цветом лица, презрил цветом, то мы где будем находиться? Во свете. А если он скроет лицо, то где мы будем находиться? Темно будет. Правильно. Хорошо. Отлично. С этим разобрались. Какой период в истории... Я просто жду. Нашли? Теперь слышали мы вопрос? Нет. Вы с нами? Возвращайтесь. Закройте. Закройте пока. Возвращайтесь. Все хорошо. Итак. Какой период в истории еврейского народа был назван период сокрытия лица? Сфит. 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 Большое спасибо. Это вот недавно. То, что мы праздновали. Пурим. Вот тот период в истории Израиля был назван как раз таким образом. И вы знаете, они все были не во свете. Они все грешили. Нет. Они же не грешили. Там поголовно все евреи. Они же не были грешниками. Ну да. Не захотели, конечно, идти там восстанавливать храм. Было такое дело. Решили остаться. И те, которые пошли, были названы как? Весь Израиль. Не просто Израиль, а весь Израиль. Весь. А те, которые остались, они уже были как бы не весь Израиль. И они были в каком состоянии? Во тьме. И нахождение во тьме – это очень специфическое понятие. Человек. Ну, не важно, грешит он или нет. Значит, не важно. Потому что, если поставить рядом со мной неверующего человека, вот тот, который неверующий, тоже человек. Человек. И вот он по всем статьям лучше, чем я. Ну, вот по всем статьям. Он более честный, более порядочный, более добрый, более любит своих детей, жену, близких, больше жертвует. Занимается благотворительностью. Ну, всего, что есть у меня, вот он более всего. Ну, неверующий. Может такое быть? Может. Слава Богу, что мы еще понимаем, что такое может быть. Что есть неверующие, которые лучше верующих. Такое может быть? Может. И вот он во тьме, а я, который хуже, я во свете? Да. Может быть. Может быть. Ну, гипотетически. Но он точно во тьме. Да, он точно во тьме. Он точно во тьме. Ну, как бы он лучше, но за что же такая несправедливость? Чего же он во тьме, а я, ну, который хуже, могу быть во свете? Он не может, а я могу. Справедливо это вообще, по-нормальному. По-нормальному. Правильный ответ Иисус. Хорошо. Он все сделал, поэтому мы уже как хотим. Несправедливо, наверное, несправедливо. Точно несправедливо. Точно несправедливо. И он во тьме, потому что... И дальше идет перечень. Он положил свое основание не в Боге. Человек, который положил свое основание не в Боге. Человек, который надеется на других людей. Человек, который надеется на стечение обстоятельств, случаев, знакомств. Этот человек пребывает во тьме. Человек, который положил свое основание не в Боге. Его надежда не в Боге. который надеется на случай, связи с людьми, обстоятельства, на самого себя, он находится во тьме. При этом он может быть лучше всех человеков на земле, но это не меняет факта нахождения его во тьме. И здесь сказано, если ходим, если говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, если вы говорите, что вы общаетесь с Богом, но полагаете свое основание не в Боге, то, ребята, не дурите себя. Если вы говорите, что вы общаетесь с Богом, но надеетесь на себя, на случай, на людей, на свои связи, на все, что угодно, кроме Бога, не обманывайте себя. Вы находитесь где? Во тьме. Послушайте, вы не поверите. Апостол Иоанн обращается к верующим людям. И он говорит верующим людям, которые говорят о том, что они общаются с Богом, он говорит, проверьте себя. Если вы положили свое основание не там, то брехня то, что вы все говорите. Вы лжете и не поступаете по истине. Если вы свое основание положили не в Боге, то все ваши слова – это брехня. Брехня про ваши духовные переживания, брехня про ваши откровения, брехня о том, что совесть ваша не обличает вас, брехня о том, что Дух Святой что-то там производит вас. Это все брехня. Потому что вы положили свое основание не в Боге, и поэтому вы во тьме. И все, что вы рассказываете про ваше свидетельство – это брехня. А если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение с друг с другом. Говорит, если вы не имеете общения, ребята, не рассказывайте ни про какой свет. Послушайте, если это условие, если побелеет, то искупленный. Если не побелеет, ни искупленный. Если имеете общение, то можем говорить о том, что вы во свете. А если нету этого свидетельства, не начинайте сказку. Если нету этого свидетельства, не рассказывайте, что у вас все вот так вот с Богом, что вы имеете откровение, сновидение. Ну, дальше длинный перечень того, что можно иметь. Это брехня. Когда человек рассказывает, что он не в церкви, а дома, аллилуйя. Я говорю, дружок, ты во тьме. Ты во тьме. Потому что люди, которые имеют общение с Богом, они стремятся к святым и праведным, вы бы не поверите, которые на земле. А ты говорил еще Давид. Это Давид, я говорю. Который не был рожден свыше. Который жил в период действия Синайского закона. Он говорит, к святым и праведным стремление мое. К святым и праведным, которые на земле, не где-то нам абстрактно во Вселенской Церкви. Я член Вселенской Церкви. Все. У меня аллилуйя. Если не имеем общения, забудьте про искупление. Забудьте об очищении. Забудьте об оправдании. Ребята, все нормально, вы во тьме. Очень простое практическое свидетельство. Знамение Вселенского масштаба для личности христианина – общение. Знамение Вселенского масштаба для личности христианина – наличие общения. Там стоит очень интересное греческое слово – канония. Обмен жизнью с другими верующими. Если нету этого обмена жизни, если вы не живете жизнью общины, не надейтесь на то, что вы находитесь во свете. Это обман или самообман. Как нравится. Это знамение? Это понятно? Либо это есть, либо этого нету. Послушайте, ниточка, она либо была беленькая, либо красненькая. Либо у вас есть общение, либо его нету. И общение – это непрекращающийся процесс. Можете себе тоже написать. Очень жестко, простите. Общение – непрекращающийся процесс. Это процесс, в котором вы вовлечены постоянно. И если вы не вовлечены в этот процесс, не тешьте себя надеждой. Тут написано, что мы можем лгать и не поступать поистине. Если вы вовлечены в этот процесс постоянно, если вы пребываете в этом процессе, то это свидетельство прежде всего не для вас и Пети, Коли, Мани, а для меня, где я нахожусь. Если я сегодня встал утром, мне не хочется идти на служение, у меня вопрос – в освете ли я? Если я не хочу идти в собрание, где собираются братья и сестры на молитву, в освете ли я? Если я не хочу идти на домашнюю группу, для меня вопрос – в освете ли я? Не для кого-то, а для меня, любимого вопрос – в освете ли я? Мне Бог дал очень простой, внятный инструмент, который называется знамение. Знамение – чудо общения. Не имеешь этого чуда? Задумайся, где ты? И написано, что если вы в освете, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает вас от всякого греха. Это же надо? Согласен. Интересно, да? Чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших. Это из левитов. О жертве Йом-Кипур. Чтобы сделать чистыми вас от всех грехов ваших. Это Йом-Кипур. Это жертва за грехи чего? Неведения. И в Новом Завете Йошуа стал жертвой, в том числе за грехи неведения. За неимением времени мы не разбирали, что жертва козла – это жертва Йошуа. И того козла, которого убивали в храме, и того, кого отпускали. Жертва за грехи. Йошуа. Жертва у милостивления. Йошуа. Жертва мирная. Йошуа. Жертва Аллах. Йошуа. Пренешение хлебное. Йошуа. Везде, в каждой жертве есть Йошуа. Он стал жертвой для всех и за все и на все времена. И поэтому правильный ответ. Всегда будет Иисус. Правильный ответ. На все вопросы всегда будет Йошуа. И это правда. И это да и аминь. Но понимаем ли мы ту часть жертвы, которая принесена за нас? Принимаем ли мы ту часть искупления, которая принесена за нас? Потому что в 9 стихе написано, если исповедуем грехи наши, а это вот тот длинный перечень, о котором мы говорили, и часть исповедания. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит. За что? За все? Или за то, что исповедовали? За то, что исповедовали. Он простит и очистит. И это вопрос его верности, потому что он стал жертвой за грех. Но он стал также жертвой за искупление и очищение от всякого, от всех грехов. В том числе и грехов неведения. И откуда я знаю о том, что грехи неведения мне прощены, если я имею общение? И если нет общения, ребята, ни о каком прощении грехов неведения речи не идет. Если исповедуете, он, будучи верен и праведен, простит вас за этот грех, который вы исповедовали. Ну попробуйте исповедовать грех неведения. Понятно? Разница есть? Знамения поймали? Да. Поймали, да. Теперь будете четко знать. Знамения. Да. В варианте с веревкой либо красная, либо белая. А в варианте общения какое мерило? Ну скажем, половины нет. Там 50% общения, 30% общения. В варианте с веревкой тоже не было половины. Часть стала, часть не стала. Там тоже не было. Что значит для нас 100% общение? Обмен жизнью. Участие. 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 То есть как определить долю общения, которую необходимо, скажем так. Как только вы сказали необходимо, значит вы не поняли. Не, не понял. Но все же, есть ли какой-то критерий, который определяет, что вот достаточно? Такого критерия никогда не будет. То есть мы никогда не сможем быть уверены, что наши грехи неведения прощаются? Нет. Когда вы говорите об общении, которого достаточно, тогда уже его недостаточно. Когда вы говорите о критерии, о котором достаточно, достаточно? Скажите, пожалуйста, когда будет достаточно, чтобы вы пообщались со своей женой? Где вот? Ну 15 минут, 20, 30, где вот эта грань достаточно? Нет. Вы сами можете определить. Достаточно? Вы сами можете определить. Я за вас могу определить, когда это достаточно? То есть общение это субъективный фактор, который определяется совестью каждого человека? Да. Но если его нету, нечего определять. Ещё раз. Если его нету, то нечего определять. Ещё раз. Как только... Смотрите, это знамение для кого? А никто не может за меня померить и сказать, вот именно вот этого достаточно, а вот этого недостаточно, а вот здесь ты должен ещё чуть-чуть. Это знамение дано для меня, для моей совести. Если я не хочу куда-то идти, то это знамение помогает мне понять, где я нахожусь. Если со мной что-то происходит, да, и у меня проблемы где-то в движении в сторону общения, то это знамение для кого? Для меня. И здесь кроме меня померить никто не может. и как бы, как только мы начнём вводить, ну, критерии оценки, так, если ты ходишь на шабаты, на домашнюю группу, вот на это, вот это именно, это не общение. То есть, мой приход ещё не обозначает моего общения, потому что там, говорится, обмен жизнью, я должен участвовать в жизни, и кто-то должен участвовать в моей жизни. Это не вопрос открытия в одностороннем порядке или принятия в одностороннем порядке. Это обмен жизнью. Это жизнь. Понятно, да? Здесь понятно? И понятно, что это стало возможным только благодаря его искупительной жертве. Потому что, если бы он не стал искупительной жертвой, если бы он не стал вот той жертвой, которая приносилась на ёмки пур, он не стал тем козлом, которого отпускали, он не стал тем козлом, которого приносили в жертву, если бы не было этой искупительной жертвы, не было бы искупления, не было бы прощения грехов неведения в Новом Завете. Понятно? И мы, как люди, нуждаемся в знамении того, что грехи неведения нам прощены. Понятно, да? Нет. Все вопросы потом. Здесь все понятно. За Йом-Кипуром идет прекрасный праздник, который называется Суккот. Праздник искупленных. Праздник искупленных. Это профессиональный праздник всех новозаветных верующих. Праздник торжества искупления. И когда мы размышляем над Йом-Кипуром, вы должны понимать, что это праздник торжества. Когда мы ожидали окончательного приговора. Когда мы ждали с нетерпением, какая будет эта нитка. Принята эта жертва или нет? Это ожидание. Это ожидание. Но послушайте, какая радость, когда мы знаем о том, что мы искуплены. какое торжество, какое торжество, когда мы знаем о том, что Он нас искупил. И жертва, она принята. И наступает праздник искупленных. Праздник торжества, праздник веселья, суккот. Когда вода возливалась на жертвенник. И кто говорил о том, что знает, что такое радость, но не видел, когда на суккот возливают воду, тот не знает, что такое радость. И это торжество искупленных. Мы будем черпать из источников спасения. Говорил псалмопевец. Мы будем черпать из источников спасения. И куда мы будем выливать эту воду? Под жертвенник. Мы будем черпать из него и отдавать кому? Ему. И это торжество искупленных. Когда Он дал нашу жизнь нам, и мы отдаем нашу жизнь кому? Ему. Мы не делаем с нашей жизнью все, что хотите. Он дал нам, и мы отдаем Ему. И торжество искупленных приносило 70 жертв по числу народов земли. На суккот приносило 70 жертв по числу народов земли. Искупленные нормально естественно для искупленного ходатайствовать за неискупленных. Если вы понимаете свое искупление, то вы должны стать ходатаями за неискупленных. Израиль, переживая искупление, первым делом радуясь о своем искуплении, начинав ходатайствовать за неискупленных. И это наша часть, и она от нас никуда не отнялась. Если вы осознаете свое искупление, если вы пережили свое искупление, то теперь ваша часть ходатайствует за неискупленных. Это ваша часть. Вы слушайте, ненормально, если бы в сукот они не делали этого. Это ненормально. Пережив искупление, не переживать за неискупленных. Это ненормально. И если мы не переживаем, если мы не ходатайствуем, то мы не поняли, что произошло в нашей жизни. Мы не поняли нашего искупления. Это понятно? я говорю такие тяжелые вещи, не разбираю, но извините, у нас время. И заканчивается все прекрасно. После суда, после подготовки к искуплению, после искупления, после торжества искупления. Причем это долго было. Это долго было. сначала был Рошхашина, потом восемь дней трепета, потом судный день, это уже десять, потом четыре дня и начинался сукот. Сколько длился сукот? Семь дней. Семь дней длился сукот. Семь дней. Это уже сколько? Семнадцать. И Бог говорит, послушай, не уходи. На восемнадцатый день Бог говорит, не уходи. Побудь со мной. Бог говорит, мне хорошо. Не уходи. задержись хотя бы на один день. Бог желает общаться с нами. И этого никогда не будет много. Ну, вот, кратко осенние праздники. к сожалению, действительно получилось достаточно обзорно. Но я думаю, что мы что-то можем вынести. Аминь. Пусть Бог благослови.